Ваше впечатление? В молодом возрасте зажечь на какие-то такие, как он загорелся идеями, когда человек рассказывает, как бы жизненный опыт он уже сделал, достаточно в этом плане не очень-то охлажденный таким, но вот он как-то говорит, я вот его слушал, и ему понравилось, то есть, ну, какое-то было такое воодушевление с точки зрения, что цели поставлены, там, давайте, не знаю, пока у меня нет какого-то конкретного ощущения, я его видел, когда он работал, в Госдуме имеется ввиду, он, опять же, по телевидению, как партийный функционер, скажем так, надеюсь, что с приходом в область это тоже будет на пользу, по крайней мере, вот те аспекты, которые мы сейчас получаем с точки зрения взаимодействия с областью, да, вот когда мы говорим, вот этот перинатарный центр, правильно, сейчас я могу учить это слово, я бы думал, на то, чтобы я не кулак, но в то время, такими словами мы не пользуемся. Говорили там, в центре родовспоможения, да, и все было понятно. Ну, в центре полотеня. Вот, так вот, он говорит, что почему это стало возможно, потому что Воробьев поставил вопрос родовспоможения и здоровье детей, как один из ключевых целей с точки зрения медицины, вот, на нынешнем этапе развития московского класса. Ну, это правильно, поэтому, что посмотрим сейчас какие-то шаги с точки зрения, то есть, если говорить по кадрам, то назначение первым заместителем Антонова, я к соку оцениваю, то есть, известный человек, который достаточно давно работает, знающий тогда, вот, почему с ним. С точки зрения района, у нас с ней хорошее взаимодействие, тем более наполнено, корнями из нашего района. То есть, это, если вот этот момент, то да. А так, как пока сложно говорить, пока до нас еще это дело не дошло. Сейчас пока ждем, а не дошли какие-то кадровые изменения. Ну, я думаю, что все-таки ситуация заложена на Шойгу, который заложил Шойгу, а он его крестник политический, как мы знаем, да, то есть, это, я думаю, ситуация будет развиваться, то есть, ясно, мы должны двигаться в лучшем направлении. Я надеюсь, что Андрей Воробьев обладает хорошими, так сказать, здоровыми политическими амбициями для своего реализации в губернаторе против него. Хорошая ситуация. Говоря об образовании, я вот такой вопрос задаю давно в воздухе. Очень много сейчас проблем испытывают директора и руководители крупных предприятий в том, что не могут найти высококвалифицированных рабочих, да. И помнится, что там, годы назад были какие-то такие совместные проекты, учебные заведения, училищ по старому, да, там, унижи по-новому, с предприятиями, чтобы те, которые, ну, были такие, 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 такие. Нет ли идеи, не обсуждалось ли это к депутатскому кругу принять, не знаю, какую-нибудь программу, да, вот по налаживанию производства сотрудников рабочих специальностей для наших предприятий? Вот, чтобы принять какую-то программу, вот ее плане, да, нужно иметь конкретный именентный заказ на предприятии, мы готовы это сделать, но пока, как правило, таким занимаются непосредственно сами предприятия. Я знаю, в конце ХП, заказывал физиков в Бангиево, и проба-опыт был неплохой, не знаю, и это сейчас. Нет, ну, просто, вы хотите сказать, что инициатива должна исходить с какой-то такой предприятия, а в Ленинграде, ну, как бы, не хотите, но у вас, все-таки, достаточно богатое до статистики педагогов, ведь, наверное, депутаты могут инициировать эту программу, я понимаю, что все упреждается с рамками. Я еще здесь все же, как бы, мне кажется, что все-таки здесь, ванку этого на рынке должны работать. То есть мы можем оказать какое-то содействие, да, мы можем посмотреть, если эта программа, как сделать так, чтобы эта программа работала лучше, там, какими-то льготами, может быть, да, с учетом того, что эти люди будут задерживаться у нас и так далее. Но все равно в этом плане инициатива должна быть ее предприятия, то есть если мы нужны сотрудники, то он в этом плане как бы, как бы, должны работать. Ну, вот, кстати, вот в этой теме, вот, один из докладов молодежного парламента, молодой парень организовал вот эти конкусы, ну, всем молодежным парламентам, да, и одна из его тем, это было трудоустройство молодежи, которая участвовала в конкурсе, привлекли серьезного спонсора, который, только, по-моему, появился в районе, в этом направлении работающей организации. И одна, в рамках тех докладов, которые делала молодежь, как бы, нашла себе будущих работников, они уже заключили какие-то соглашения о будущем трудоустройстве. Наверное, вот в этом все-таки взаимосвязи и действия дальнейших. То есть мы готовы, ну, еще раз говорю, у нас, скажем так, нормативное обеспечение. Вот дать этому процессу нормативное обеспечение на местном уровне, это что-то мы можем. Вот для этого должны предприятия сначала решить основные свои вопросы, с кем, как, а потом уже, вот, и для нас. Ну, на самом деле, очень глубокую тему подняла. Я думаю, что, в принципе, предприятие начало чесаться, шевелиться, когда будут реально спрещены квоты на ВОЗ и на остальные рабочие силы. И традиционно, вот, какие-то уже попытки привлечь местные силы. Потому что есть такое заблуждение глубокое, что к нам идут только низкоквалифицированные рабочие. Неправда. Оттуда есть рабочие, хорошие квалификации, хорошие сварщики, берут классные. Те, что на Таджик-Кюзбеке, я знаю, что я сообщал с людьми. Так что, естественно, проблема, что местные силы элимпенизируются из-за того, что... Вопросы с организацией, которые я тоже... Так что, я просто... Я вообще думаю, что с точки зрения миграции надо уже создавать некую такую группу серьезным районам с участием всех структур и правовых. С участием представителей диаспорта или представителей людей, которые здесь уже живут давно. И им очень важен имидж и свой, имидж национальной группы, которую они представляют. И здесь надо серьезно на эту тему разговаривать. Потому что реально, как дети, мы встречались, когда в семье вроде все делают свое дело. Так сказать, что кто-то не работает. Или все работают. Ну, того мало людей, того что-то еще. И так, и ничего реально, реально. То есть, хорошее не происходит. А во многом еще надо понимать, что очень часто мы думаем, что это мигранты. А получается, что это не мигранты. Это наши граждане. Просто и вызови республику. А с точки зрения, если кончить трудоустройство, сварщик и так далее. Но, опять же, проще привезти сварщика, чем его готовить. И те же родители, наши дети, они не учатся, хотят учиться на сварщиках. Все раньше они учились и понимали следующее движение. И если эта работа была на годы, то здесь такого не происходит. Это, конечно, не компания. Однозначно сложно сказать. Это потому, что... То есть, если мы будем готовить, то это значит, что наши сладости. Не, ну, правильно. Потому что те самые государственные работы, они депингуют просто на рынке. И поэтому, получается... Ну, я считаю. Я думаю, что все это будет нормально. Потому что вопрос не в том, что надо уменьшать квоты. Квоты и так не велики. В той же Москве они небольшие квоты. Просто у нас очень много, так называемых. Ну, каждый месяц. У нас, так называемые законные меграции. Я недавно читал. Там есть у нас нелегальная меграция, а есть незаконная меграция. Кажется, нелегальная меграция. Да, незаконно въехали. Там другие заявления. А вот эти, как говорится, незаконные. Нелегально въехали. Незакон нормально. Скажется, на это можно подправлять главные районы? Потому что на уровне района это сложно подправлять, потому что это тема федеральная, даже тема не субъекта. Эта тема федеральная мы как раз и говорили. И я говорил представителям областной службы. Я говорю, дайте нам что не так в законодательстве. Ну, дайте нам. Мы как депутаты имеем, потому что мы не специалисты в этом направлении. Мы можем поступать не просто говорить, нам нужны законодательные инициативы. Мы должны в определенную строчку законов писать какое-то предложение. Мы должны понимать, как это предложение влияет на другие законы, как это взаимосвязано. Если вам сложно, дайте нам предложение. Мы готовы от себя уйти в областную думу и идти дальше в сторону Государственной думы. Но пока мы от них ничего не получаем, но вот наше обращение, мы делали обращение среди депутатов с точки зрения миграционной политики к всем силовым структурам на областном уровне, говоря о том, что мы не критикуем их работу с точки зрения миграции, потому что достаточно сложно это сделать, не будучи специалистами, а говорим, что у нас ситуация тревожная в районе и проблема, скорее всего, в уровне взаимодействия. То есть каждый будет заниматься своим делом, а взаимодействия не получают. Это совершенно сложно. Мы сейчас получили ответ пока только от Роспотребнадзора областного. Достаточно большой, где они объясняют, как это, что там, как больные, здоровые. В том числе, там есть обращение к СМИ, чтобы СМИ публиковали определенные вещи. Я Юрий Владимировичу отдал, и думаю, к вам еще обратиться в рамках данного письма. Я думаю, на уровне районов надо создавать какое-то межведомственное взаимодействие. Вот принципиально, что мы вынесли, когда на общественной палате я был. То есть, во-первых, конечно, федеральное законодательство, которое достаточно лоярно на данный момент к данным правилам. А во-вторых, это реализация на местах. Мы тоже знаем, что она проходит не всегда законно. На что-то закрываются глаза, на что-то укрывается невозможно. Давайте вернемся к короткому совету. Как вы взглядели на основу права для новолюшного парламента и общественного права? Скажите, на какой причине? Как вы думаете? Я вот так сказал, что радует, что работает. Мы создали, не очень понимали, что из этого получится. Это было впервые. Никто с этим не работал. Мы их создавали как достаточно самостоятельные организации. То есть, как правило, бывают организации, которые создаются в таком административном плане. Допустим, Молодежный парламент в нашей области создаётся через представительство кандидатур, которые выдвигают представителей глава. Районов и городских округов. Они выдавали человека, и мы создали Молодежный парламент. Мы тоже могли пойти по этому пути и сказать, поселение выдвиньте людей. И потом будем знать, кто выдвинул, кто за кого отвечает. И, соответственно, мы пошли по другим пути. По пути конкурса социальных проектов. И пришли люди, которых мы не знали, кто победил на конкурсе. Как они будут работать, непонятно, что из этого получится. Тоже рисковали. Но реально, пусть ещё, конечно, там он не полностью запустился. Я показывал про Молодежный парламент. А вот этот, по-крупному, этот проект Молодежного парламента. Но, по-моему, как они сказали, из 21 членов Молодежного парламента реально активно работают 8. Ну, они есть, значит, они работают. Они вчера показали проекты. Я думаю, с другими надо работать и подталкивать их к работе. Поэтому я считаю, что всё-таки работа идёт. Но пока они больше внутри, мне кажется, слишком задержались на этапе внутреннего сознания и обязательства собственных проектов. Для нас и общественного парламента, и Молодежный парламент, и общественная палата, для нас некий мозг такой в отношении с теми группами, в работе с которыми вы должны себя проявлять. А вот в этом плане мы всегда говорили, что Молодежный парламент мог стать некой экспертной площадкой, с точки зрения тех инициатив, которые формируют Молодежный. Они могли бы к ним приходить, с ними обсуждать, вырабатывать какие-то предложения, и мы могли бы дальше их реализовывать.